Весной этого года начались работы по благоустройству двух знаковых для города водоемов. Один по улице Курчатова, другой по улице Репина. Первый являлся техническим водоемом одного из крупнейших в городе предприятий и местом для прогулок и отдыха тех, кто проживал неподалеку. У пруда по улице Репина история более давняя и весомая. Однако с течением времени оба искусственных водоема пришли в негодность. Но неравнодушие граждан, которые даже на прямые линии нередко обращались с просьбой привести в порядок любимые водоемы и понимание самими коммунальными службами важности этих объектов для гродненцев, сделали свое дело. Пруды обрели новую жизнь, впрочем, с некоторыми изменениями. На улице Репина было принято решение частично уменьшить в размерах его с высадкой после выполнения благоустройства зеленых насаждений. Там, конечно, требуется зеленая зона, потому что там достаточно много и детей, и молодежи. По улице Курчатова было принято решение один из прудов ликвидировать. Оставили один пруд. На месте пруда, который был ликвидирован, планируется рассмотрение и установка спортивно-игрового комплекса. Теперь пруд на Курчатова заполнен водой, а вот на пруду по улице Репина еще идут работы, но и они на финальной стадии. В прошлом много проблем создавала вода в прудах, поскольку водоемы искусственные, источников питания у них нет, и нужно было решить проблему постоянного наличия в них воды. При выполнении благоустройства самым главным показателем и целью, которой мы добивались, это изменение гидроизоляционных характеристик дна пруда, в связи с тем, что вода через дно уходила в другие слои почвы. Поэтому были произведены работы по укладке изоляционной пленкой дна пруда по улице Репина и дна по улице Курчатова. Опять же, по причине отсутствия естественного обновления воды встает вопрос о чистоте водоемов. Вода имеет свойство зацветать и загрязняться. Частично, рассказали в Гродненском городском ЖКХ, эту проблему поможет решить предприятие «Зеленстрой». Планируется, что в прудах высадят растения, которые способствуют очищению воды и позволят поддерживать экосистему водоемов в порядке.